ну вот под корнями в раскопе показалось наша каска то есть сейчас будем смотреть что это такое предположение конечно есть но пока не буду его озвучивать середина сентября отправляемся в трехдневную поисковую экспедицию погода по-летнему теплая солнечная ну то есть как бы сидеть дома уже сил нет палец мой более-менее зажил то есть сама рана зажила затянулась одно все равно еще требует перевязки и вот схожу с лангеткой дабы зафиксировать сухожилия чтобы срошлось сухожилия огромное спасибо всем кто писал сообщение слова поддержки очень приятно сообщение было большое количество большое спасибо ребят за поддержку касаемо экспедиции экспедиция у нас трехдневная как я уже сказал на той неделе есть для ребята тоже в трехдневную экспедицию на выходные дни свои исследовали довольно большую площадь территорию но к счастью к сожалению найти погибших солдат не удалось зацепиться за что-то такое там траншею пытались ребята найти тоже безрезультатно но ничего бывает это поиск это не то что сходить магазин за продуктами или за грибами в лес то есть здесь конечно труд и упорство нужны неимоверные все-таки касаемо нашего плана на эту поисковую экспедицию сегодня день у нас неполный сейчас уже одиннадцатый час сегодня день у нас неполный поэтому исследуем лесной массив в этом лесном массиве части дивизии 70 и 290 рассредоточились то есть полки окопались там имеются стрелковые ячейки попадаются воронки ну в общем на месте когда буду я это покажу это что касаемо сегодняшнего дня проведем поиск именно по таким местам по лесного массива завтра же полностью на весь день отправимся в сторону высоты немецкой немецкие позиции там на этой высоте были но нас интересует нейтральная полоса то есть подступы к этой самой высоте там мы неоднократно поднимали наших солдат но там единственная весной вода стоит там мокрые луга а сейчас на данный момент там вот примерно как вот здесь вот кустарник вот такой вот вот что-то типа вот такого то есть там непролазные кустарники местами конечно попадаются такие нормальные поляночки виде березок и осин которые уже подросли но в большинстве нам все-таки там заросшие заросшие поля то есть поиск проводить довольно сложно но сложно это не означает то что невозможно то есть то что то вообще не пройти не проехать там и так далее но не проехать и там точно не проехать в общем не суть весь день проведем поиск там это что касаемо завтрашнего дня опять-таки это немножко соговорка это если сегодня нам ничего не удастся найти там зацепиться за какие-то позиции или еще что-то либо же там вот сегодня со вчерашнего дня должен быть максим если он может быть что-то зацепил то конечно мы планы все эти поменяем если же все останется без заменения то как я сказал будем исходить из этого что касаемо третьего дня поиска день когда мы уже поедем домой ну здесь не знаю здесь опять таки будем смотреть уже по исходу предыдущих дней то есть он пока у нас висит в воздухе то есть конкретного плана на этот день у нас нет потому что поиск это дело такое можно что-то найти можно ничего не найти можно устать можно повредить палец например но это шутки конечно больше такого думаю не повторится вообще соблюдайте технику безопасности всегда при работе с бензоинструментами да и вообще в целом вот но это в принципе такой вот короткий короткая такое вступление касаемо этой экспедиции чтобы не тратить время уже там будучи в лагере не записывать видео я решил записать его в дороге поэтому все отправляемся не тратим время как говорится ваши и наши доезжаем до лагеря распаковываем вещи все как говорится ставим на свои места и вперед в поиск и ставший уже традиции конечно не могу не заехать на памятный знак воинам 70 стрелковой дивизии который мы установили совместно с нашими подписчиками которые помогли материально финансово поставили этот памятный знак на краю бывшей деревни соболе про эту деревню я весной снимал видео рассказывал показывал и собственно говоря на том самом краю как раз мы поднимали наших солдат погибших все поехали в лагерь разбирать вещи место для нас конечно все таки это символичное для нашего отряда тот кто следит за нашим каналом смотрит наши фильмы понимает почему все отправились мы в поиск время уже второй час вот принципе в такой локации и будет проходить сегодняшний поиск то есть лесной массив который был также во время войны который сейчас такой же но немножко загажен в плане того что довольно много ветровала и прочего и вот собственно говоря вот такие стрелковые ячейки небольшие углубления земле ячейки наших солдат то есть они окапывали здесь соответственно они-то нас и интересуют неоднократно в этих ячейках находили оставлю нас на поле боя погибших солдат поэтому сегодня именно их и будем исследовать ну а завтра как я уже сказал отправимся именно по направлению наступления сторону траншеи немецкой на так называемую нейтральную полосу на самом деле вот этот участок он по сути тоже своего рода нейтральная полоса просто некоторые части полков дивизии закреплялись на каких-то пятачках в лесных массивах и так далее окапывались и удерживали их но как такового стрелкового боя здесь не было просто немцы потом бомбили с помощью авиации самолетами артиллерии эти самые позиции которые им удавалось засечь ну и собственно говоря от этого потери поэтому собственно говоря в этих самых стрелковых ячейках и находятся иногда погибшие и оставленные на поле боя наши бойцы и командиры так что вот в такой локации будем искать ну и вот среди ячеек попадаются и воронки всевозможные воронка попадаются такие вот осколки от реактивных снарядов позиции боевые как я вот рассказывал до этого собственно говоря поэтому мы здесь и ищем в этом вот лесном массиве второй час уже продолжается наш поиск по пути попадается довольно много стрелковых ячеек воронок вот примеру одна из них то есть стрелковая ячейка и ячейки был деревянный ящик то есть сам ящик сгнил от ящика остались вот деревянные петли которые закрывала ящик и уголки эти которая соответственно петля открывала ящик это не первая такая стрелковая ячейка до этого еще одну такую же капал тоже с ящика внутри но это так информация о том что вот так выглядит здешний поиск то есть лесной массив более-менее где можно хотя бы ходить передвигаться незаваленный такой не заросший кустарниками и собственно говоря можно наблюдать то есть вон там воронка здесь стрелковая ячейка по этим самым позициям ходим ищем 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 ребята где-то отслоились от меня не знаю рации видимо они собой не взяли у меня тараться включена но в эфир никто не выходил ладно продолжаем продолжаем наш поиск такую прекрасную чудесную осеннюю погоду погода конечно мечта туриста очередной такой небольшой боевой пятачок и здесь вот возле воронки видно разбила какую-то технику и техника это уже вросла в деревья точнее в дерево вросла в корни рваные железо рваный металл природу все забирает к себе обратно ну что в принципе этот поисковый день можно считать законченным походили поискали по лесному массиву то есть по стрелковым ячейкам и воронкам как планировали ранее удалось найти какие-то позиции непонятные разбитые техника какая-то была и немецкие какие-то немецкое снаряжение какое-то попадалось газбаки складная саперная лопатка в общем еще чего-то такое ну мелочи мелочи какие-то погибших солдат к счастью к сожалению найти не удалось ну там подъемы есть то есть там и наши подъемы и подъемы других поисковых отрядов в принципе ну не знаю можно думать что надеюсь что там просто отработали хорошо и принципе поэтому останков больше мы не обнаружили по крайней мере на данный момент завтра пойдем по плану полтора километра сторону немецкой траншеи немецкой высоты и соответственно будем на подступах к этой самой трошей примерно вот в таком же в таком же как сказать мелколесье в таком же мелколесье примерно будем искать будем проводить поиск здесь вот я вышел на какую-то интересную высотку не знаю что это за высотка такая проходит дорога рядом и на этой высотке кроме хвостовиков от минометных выстрелов как-то больше ничего нет ничего страшного в этом собственно говоря и заключается поиск методом исключения ходим ищем все пойдем в сторону лагеря утром следующего дня управляемся на намеченное нами место и вот с ребятами вышли на место где до этого кто-то поднимал отряд останки 30 погибших красноармейцев довольно таки глубокий котлован получился собственно говоря здесь и были подняты наши солдаты здесь недалеко как раз немецкая траншея проходит но останки были почему-то в отдельной яме не траншеи также недалеко отсюда еще одна яма есть там где-то человек 15 по моему было и недалеко отсюда еще одиночный подъем ну я соответственно не так далеко и мы как раз поднимали 31 числа августа солдата ну то есть принципе вот такая здесь картина то есть нет какого-то общего понимания где конкретно будут находиться останки могут быть и в траншеи могут быть и в отдельных ямах ну а мы собственно говоря отправляемся дальше на место которое нас интересует то есть поворот траншеи на 90 градусов и будем проводить поиск там это там лучах утреннего рассветного солнца сзади идут ребята все пойдем на место вышли мы на высоту на высотку это не сама высота которую рядом с ней расположены небольшая такая пупочка мана и собственно говоря отсюда сейчас начнем свой поиск то есть вещи оставили здесь и пойдем уже в сторону откуда наступали наши солдаты и от траншеи будем смещаться опять-таки туда в сторону наступление откуда наступали сейчас ребята там докапывают не знаю то ли вот катюши кучерявый этот давно я пока года два-три назад нашел труба большая земле два раза и пытался докапывать два раза так я ее не осилил но вы час пока ребята здесь втроем выкопаем чтобы быть уже спокойным что это либо кучерявый там от реактивного снаряда осколок либо еще что то да и вообще понять что это траншея окоп ячейка глубина порядочная сейчас покажу погода конечно шикарный вот подряд сменился ничего себе хороша она какая-то и это дать одна в другую вставляет одна в другую я ее хотел один выкопать это танк муж вот момент истины то что я копал три года ребята сделали за 10-15 минут нам чтобы это была не последняя наша съемка учусь и точно от реактивного снаряда это нет жопа это какая-то и блуда ничего нет вообще похоже все докопали наконец-таки самую трубу в принципе предположение наши оправдались кучерявый то есть катюша реактивный снаряд сам как раз раз кучерявила цельная часть лучше даже это да здесь какая-то пил . все теперь можно спать спокойно то что планировали докопали можно идти в лагерь шутка план пойдем искать вокруг и около продолжаем наш поиск в этом самом березняки то есть вот идет запашка там березняк более молодой более насыщенный там мы тоже ищем и соответственно ищем еще вот здесь здесь уже не такой плотный березняк и зашел вот на место где мы двадцать первом году с вами поднимали троих наших солдат удалось тогда обнаружить заказку зацепить под елкой тоже место в принципе было непримечательное ничем ну вот трое наших солдат здесь были обнаружены это как раз вот как я уже говорил угол поля если можно так сказать то есть на углу траншеи траншея здесь идет поворачивает на 90 градусов вот собственно говоря через это самое поле которое некогда было выступали наши солдаты и собственно говоря потом также остались они здесь воронках ячейках кусках траншей небольших остались лежать по сей день собственно говоря мы их и ищем пока как-то результат не очень насыщенный то есть очень много попадается шпринг мин сейчас ли выйду на какую-нибудь покажу но они уже раз оперены сами стаканы и еще больше попадается именно кучерявых то есть от катюш осколков реактивных снарядов которые запускала катюша вот их вообще здесь очень-очень много то есть я уже говорил в нашем фильме высота кто не смотрел посмотрите то есть высоту утюжили очень очень плотно и вот эти самые кучерявые большие осколки как раз таки от реактивных снарядов от катюш тоже здесь в огромном огромном количестве ну ищем ищем пока время есть еще ищем ну а вот эти самые кучерявые так называемые то есть от реактивных снарядов от катюш то есть просто не бывает некоторые углы они так закручены кучеряшками поэтому собственно говоря их называют кучерявым и здесь довольно довольно много уже под вечер в корнях он попался диск от ппш сейчас я корни идти еще по вырубая немножко углублюсь посмотрю там останков случайно потому что диск тут же идет а это патрон был кстати то есть диск целый сейчас посмотрим в общем с этой ямкой вожусь уже 15 минут одни корни здесь копать тяжело довольно в общем как-то непонятно то есть диск от ппш тут же монетка попалась 5 копеек 28 года то есть какая-то непонятная ямка буду продолжать вырубать корни здесь получается полноценный карман у солдата был то есть попался вот перочинный ножик складной и вот видно патрон от ппш с нитками то есть материи то есть самих останков нет сейчас будем еще дальше расширять ну вот под корнями в раскопе показалось наша каска то есть сейчас будем смотреть что это такое предположение конечно есть но пока не буду его озвучивать это их каска есть черепа в ней нет и каска перевернута то есть вот так было кверху я так понимаю что и очень на это надеюсь что все-таки останки отсюда забрали то есть добыл карман какой-то ножичек диск от ппш видимо может быть какой-то у него сухарной сумки все это было каска перевернута кверх ногами верховая практически была в корнях ну и что самое главное это отсутствие каких-либо фрагментов костей то есть даже намеков останки нет то есть поэтому я надеюсь предполагаю что все таки останки отсюда забрали может быть даже что солдаты не погиб был ранен просто и снаряжение сбросили не знаю здесь больше вопросов чем каких-либо ответов но факт остается фактом останков нет в целом же в принципе я думаю на сегодня все начинает уже вечереть солнце уже близится к закату поэтому можно выдвигаться к вещам забирать вещи и в принципе выдвигаться в сторону лагеря точку я здесь поставлю gps и то есть конечно сюда же еще придем не раз то есть здесь надо работать 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 вот принципе сегодня весь день мы ходили втроем и вот под вечер только удалось зацепить вот собственно говоря такую вот какой-то при ямочек и грубо говоря ямку и найти каску диск от ппш ножичек и так далее так далее останков нет как я уже сказал но ничего страшного так и работаем методом исключения здесь же вот как раз сзади видно вот найдет запашка то есть вообще непонятная картина ну как есть так есть все отправляемся в сторону вещей собираем вещи и идем лагерь отдыхать жарковато жарко очень жарко все добрались мы наконец до лагеря но в принципе все что мы запланировали то в принципе отработали то есть край поле этой этого траншеи с угловой соответственно походили вокруг и около там вот на телефон снимал видео когда под вечер уже удалось зацепить каску эту с диском от ппш и что там в кармане была монетка ножичек и патронный рассыпь и принципе в этом как бы все сейчас покажу вася удалось найти такой интересный замочек там же причем на той самой высоте на этой боевой высотки то есть какой-то царский еще замочек иван рыженька бы какой-то надпись какая-то замочек латунный маленький когда это еще с царских времен еще твердые знаки на конце интересная такая вещичка ну тоже на боевой высоте чон там делала вообще непонятно о них закипел вот смотри горячей чтобы чуть-чуть придумал четной вообще да и для того чтобы костер разжигать отставлял ты чайники таскаешь что так как настроение василий дмитриевич прекрасно погода позволяет работать теперь у тебя есть замочек да и верхнюю эту часть а то придется делать самому да все верно погода конечно шикарная но накопался душ как говорится отвел развел так что она по моему еще не скоро придет до за шурфили конечно там довольно много покопали изрядно земля твердая она чуть мягче бетона примерно пылит и разве что только искра не летят в принципе вроде все есть чуть еще сказать прекрасная компания да да остались вдвоем макс уехал поэтому теперь прекрасная компания они они вакс молодец то ехал я просто не заметил не жалко макс уехал жалко шабу на сидеть будем плакать и скучать так что ладно ужинать мы сейчас будем вот мы сейчас будем делать ужинать разговаривать и сходим кстати говоря у нас в планах ей сходить вон в тот гадюжник который там соседний лагерь этот про который мы рассказывали пойти навести там порядок все таки надо там пленка это мутыряется вечно она там по-моему так и будет пока ее ветром не разнесет все поэтому сходим приберем сейчас и силы появится у немножко то сходим наведем порядок ладно пока будем ужинать всем приятного аппетита и нам тоже вот кстати говоря почему не надо друзья обматывать стрейч пленкой деревья то есть вот можно видеть черный ствол березы то есть хорошая береза довольно таки высокая не гнилая ничего но вот из-за того что обмотали стрейч пленкой соответственно вся она начала преть и гнить поэтому ребята если обматываете даже что-то стрейч пленкой делаете себе душевые или вот эти походные туалеты не знаю чего-то огородите с них снимайте пожалуйста когда уезжаете потому что потом деревья приходят вот в такую негодность а это соответственно не очень хорошо мы все-таки не какие-то там дикари из средневековья которые не понимают что делают а вроде взрослые люди и вполне осознаем что и для чего мы делаем если это нам уже не нужно то есть походный душ или туалет походные то убирайте пожалуйста приедете сделайте снова ничего сложного в этом нет но деревья губить не надо то есть вот стоит здоровая береза вот соответственно которая была со стрейч пленкой какая сегодня красивая полная луна деревней полнолуние и она еще такая красноватого оттенка до места как здесь очень красивая тишина вдали только он енотовидная собака гавкает очередное поисковое утро править мы с василием дмитриевичем небольшую разведку то есть нашли местечко одно по документам и фотосъемки где также были бои соответственно пока есть время решили разведать и погода позволяет после этого поедем не сделку зато заведем останки погибшего солдата который нашли в прошлый раз заедем в гости дядь валерий проведаем как он там здоров но пока пойдем пойдем в поиск вышел я на позиции на которые хотел в принципе и вот видно чей-то раскоп противогаз то есть здесь был подъем по моему это если я не ошибаюсь ребята наши здесь на горска поднимали могу ошибаться конечно но сама суть остается сутью то есть мы в правильном направлении эти позиции сейчас будем обхаживать лес конечно здесь дрянной кустарник очень много тоже интересное место то есть паерфотосъемки можно наблюдать что это было прям чистое поле абсолютно вот видно воронки белые пятнышки а сейчас это вот такой сосновый лес то есть высотка такая сосновым лесом как меняется местность по истечению лет ну что ребят поискали немного в этой местности то есть вот этот лес который за мной довольно интересные позиции там довольно много подъемов попадается то есть видно кто-то раньше какой-то отряд работал и соответственно находили наших погибших солдат места интересные но как я уже сказал немного подвыбиты здесь вот поле по идее идет на поле видно гряда ячеек стрелковых но металлоискателем ходил ничего лопата еле лезет землю щуп соответственно здесь вообще не воткнуть такая вот получилась экспедиция поедем заедем в гости где дядя валерия с навестим и принципе будем уже подвигаться к дому несмотря на больной палец в принципе экспедиция прошла успешно что планировали сделали довольно много исследовали ячеек покопали исследовали поле угловое где траншея немецкая была перед высотой в общем в принципе все что мы запланировали то и сделали поэтому экспедиция прошла на четверочку в плане того что конечно погибших солдат обнаружить не удалось но опять таки как я всегда говорю это не какие-то походы в магазин или еще куда-то это поиск здесь территория поиска довольно большая здесь не то что конкретное место боя за какую-то деревню как в других поисковых экспедициях здесь вот грубо говоря площадь которую мы исследуем она получается порядка два на два километра то есть и потери здесь конечно же не такие огромные как в том же ржеве например вот и поэтому как бы ищем как я говорю иголку в стоге сена здесь даже конечно похлеще чем уголку в стоге сена искать потому что территория большая часть из нее уже несмотря на время то есть все это заросшая то есть вот было поле сейчас кустарник здесь уже полноценный лес и так далее и тому подобное поэтому ищем ищем все равно будем искать будем продолжать работать и куда мы от этого не денемся огромное спасибо всем ребят кто поддерживает нас кто помогает нашему поисковому отряду благодаря вам конечно мы можем гораздо больше осуществлять поисковых экспедиций и соответственно проводить поиск если получится если все удачно сложится хочу еще снять небольшой фильм про деревушку здесь который неподалеку есть нашел про нее интересную информацию хотелось бы конечно тоже во время поиска как вот мы делали весной записать небольшой фильм рассказать про эту деревню ну и соответственно как бы увековечить память о ней об этой деревне деревне уже давно нет ее войну как ним сожгли она так больше не восстанавливалась это так немного планов на будущее поэтому все отправляемся в дорогу всем большое спасибо всех обнимаю жму руку до новых встреч друзья